Сегодня уже май, уже открыты пляжи Турции, и я решила изменить грязному, но любимому Египту и полететь в Турцию, в Анталию. Летим из Кишинева около полутора часов. Из иллюминатора самолета видны земли Румынии, горы, река Дунай с огромными судами, затем поля Болгарии. Летим прямо по громке Черного моря и снова горы, но уже Турции. Пролетая немного над морем, самолет разворачивается и идет на посадку. Внизу шикарный водопад. Это потом я узнала, что это одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Анталии. Водопад Дюде, вода которого вытекает из-под земли и падает с высокой горы в море. Аэропорт большой, но, как мне показалось, грязный после нашего чистенького Кишиневского аэропорта. Та же процедура прохождения паспортного контроля, только без миграционных карт. Те же гиды, везущие группу туристов в отель. Шикарные горы, покрытые зелеными лесами и голубое Средиземное море. Отель мы выбирали недорогой, в сторону Кемера, с коротким трансфером от аэропорта. В Белдибе, на второй линии, который называется Гранд Хотель Дерин. Вроде как четверка. Заселение в 14 часов, выселение в 12 часов. При раннем прилете и ночном вылете очень неудобно. Парни на рецепшн несговорчивы от слова совсем, даже за деньги. Нервы потрепали. Из бесплатного интернета в холле сделали бизнес. Доллар в сутки. Питание однообразное, но голодными не будете. Очень вкусный хлеб и курица. Давали фрукты и овощи, сладости. Номера разные. Нам попался хороший, с современным кондиционером. Не то, что в Египте. На пляже полотенце свое. Рядом с отелем есть небольшая кафешка под открытым небом, где по вечерам жарю гизлемя. Магазины и магазинчики с одеждой, обувью и другим товаром. Аптеки и агентства, предлагающие экскурсию, и магазины турецких сладостей. Это класс, вкуснятина и хозяин, умничка. Спасибо ему за свежий товар. Территория отеля очень компактная. Два длинных корпуса и бассейны с горкой. Первый раз в жизни я тоже каталась с горки и плавала в бассейне. Ужита с жарушами и горки. Еще играли на бассейне. Именно это смотрит. Территория отеля очень плавала. Движ间, веселее длинными. Ужита кладов кладов. Ужита кладов. Ужита кладов. Ужита. Ужита. Ужита зима. Ужита. Места красивые, но до пляжа надо топать, мимо кладбища. Захоронений там немного, страшно не было. Путь я показываю на карте. Весь пляж это несколько зеленых зонтиков, под которыми и не спрячешься от солнца. Да и мест на всех не хватает. На небольшом кусочке суши пляж трех отелей и небольшой мостик для захода в море, так как заход в море из огромных булыжников просто не зайдешь. Людей много. Было ощущение, что мы пришли на пляж в Затоке и Ликоблево, где много народу и продают кукурузу. С кукурузой тут особая история. Просто дело в том, что кто-то до нас принес шезлонги на территорию кемпинга над обрывом, где эта самая кукуруза и варилась. А мы очень неплохо там пристроились загорать под деревьями. Здесь я первый раз услышала и увидела цикад. Это очень шумные большие мухи. Увидела, как растут мандарины. Рядом с отелем мандариновые сады. На территории отеля, помимо пальм, были апельсиновые и гранатовые деревья. По вечерам гуляли вдоль дороги или ходили на пляж, смотрели, как разворачиваются летящие друг за другом самолеты, идущие на посадку в Анталии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!